Приветствую, друзья! На библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Почему Бог некоторым дает веру, а некоторым нет? Действительно, вера – это дар Божий, дар спасительный, дар, возводящий нас в достоинство и в свободу чад Божьих. Верой есть победа, победившая мир. А почему же тогда она так несправедливо распределяется? И некоторые страдают от ее недостатка или полного отсутствия, и немногие только ликуют о том, что обладают ею и прибавляют дары к дарам, благодаря этой вере от Бога получаемой. Имеете веру с горчичное зерно, и дерево оставит корни свои и передвинется по вашему произволению, и гора сдвинется в море. Что же это за таинственный дар, и каковы законы его раздачи? Не во всех вера, из-за того, что не все ее захотели обрести. За веру отвечает в человеке воля. Вера – это нечто большее, чем ум. Веру, как следствие произволения человеческого, называет Владимир Николаевич Лоский высшим даром, высшим творением Божьим. Поскольку творение иной свободной воли, подобной его, это и есть наиболее прекраснейшее и совершенное из сотворенного Богом. А вот уже произволение человеческое – принять невидимое, как видимое, обещанное, как реальное, и становится результатом правильного употребления человеком своей собственной воли. Ум – послушный ассистент. Он нам помогает сделать выводы и от окружающей нас действительности, и от процессов, идущих внутри нас самих, от нравственного чувства, которые мы в себе имеем, сделать выводы о том, что имеется у закона нравственного, закона любви, свой законодатель, и никто из нас, людей, сотворенных по образу и подобию Божию, не свободен от него. Этот же ум помогает нам признать не случайность окружающего нас мира, да и нашего собственного существования. Раз что-то весьма разумно и прекрасно устроено, то не по причине случайности или какого-то более чем сомнительного саморазвития неодушевленной материи, а по причине творческого деяния нашего Создателя, из небытия в бытие призывается весь этот чудный мир, включая самого человека. Тот, кто не лукавит внутри себя, тот, кто употребляет собственную волю на принятие этих доводов, достаточных для того, чтобы быть убежденным в божестве, в его бытии, в его любви к нам, удобно получает этот дар. Благодать обходит сердца, говорит Иоанн Златоуст, ища готовых ее принять. И в этом состоит избранничество. Избранничество не в том, будто, скользя пальцем по списку человечества, напротив какого-то имени ставится галочка, уверует, а напротив другого этой галочки не ставится, а в том, что сам человек определяет для себя возможность принадлежности к Богу или отчуждения от Него путем веры. Без веры нельзя угодить Богу. Всякий, приходящий к Богу, должен веровать, что Он есть, и верующим в Него воздает. У нас достаточно перечисленных и неупомянутых свидетельств о истинности, подлинности бытия Божьего, превышающего наши с вами умственные возможности объять Его каким-либо пониманием. Но очи веры благополучно утверждаются в видении Бога, тогда как человек своим произволением желает идти навстречу к своему Творцу. И тогда уже, открывая Евангелие, для него не составляет никакой трудности увидеть подлинность Бога воплощения в личности Иисуса Христа, найти в ней, в этой личности ответы на все свои нравственные вопросы и недоразумения, найти удовлетворение своему неизбежному чувству покаяния, которое обязательно предваряет человеческую веру, поскольку в начале определения, признания общего нравственного закона человек оказывается в необходимости признать свою собственную нравственную поврежденность, собственную недостаточность, нехватку ответной любви тому, чья любовь призвала нас из небытия в бытие и послужила нашему не только бытию, но и спасению в вечности. Личность Иисуса Христа становится для человека, вступившего на пути веры, конечно же, единственной и ни с чем не сравненной в целях достижения единства с обнаруженным им Богом, вездесущим, всемогущим. И вот именно Сыном Божьим обретаем мы единство со всей Пресвятой Троицей. Но для этой простой и ясной веры належит человеку произвести несколько внутренних шагов, движений в преодолении той инерции греха, самости, самолюбия, рабствования, страстям, которые препятствуют ему признать бытие Божие, которое становится для него препятствием для признания, исповедания божественного бытия, поскольку это признание непременно ведет человека к исправлению, к изменению, к его необходимости. Вот именно поэтому многие остаются еще в тени от солнца правды, оказываются еще не готовыми, а значит, не хотящими признать истину божественного бытия и вступить в число рабов Божьих, двигающихся путем земной жизни к своему вечному бытию в объятиях Господних. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.